Канун Международного дня детской книги юным пациентам Московского областного центра охраны материнства и детства привезли подарки. Благотворительный проект «Добрая комната» создала партия «Единая Россия». Подробнее в нашем сюжете. Книги, альбомы для рисования и раскраски. Так отвлечься от уколов и заняться творчеством могут маленькие пациенты. Воспитатель центра Татьяна Чугунова признается, добрая комната нужна не только детям. Это, конечно, прям спасает игровая комната и вот эти все принадлежности для детей. И книжки в палаты мам берут, читают своим деткам и на какую-то процедуру, чтобы отвлечь, чтобы не плакали. Это все очень полезно, вообще нужно. Добрые комнаты открыты в педиатрическом, неврологическом и гастроэнтерологическом отделениях. Сюда с подарками пришли депутаты Московской областной думы и Совета депутатов Люберец. Предназначен для того, чтобы дети, которые находятся в стационарном отделении больницы, могли себя немножко развлечь. Мы привезли раскраски, карандаши, фломастеры, чтобы дети могли заниматься творчеством и вне дома. Конечно, детям нужно проводить время. Какие-то есть занятия, которым должны быть по душе. Я, со своей стороны, присоединяясь к акции, привез книги православной тематики, детскую Библию, еще жития святых, именно ориентированных на деток для чтения. Плюс к этому, конечно, карандаши, расходники, фломастеры, краски и сами раскрасочки. Результатами творческих занятий педагоги украсили стены комнаты. Картины и подделки – это своего рода арт-терапия для юных пациентов. Не только отвлекает, но и лечит. Мы понимаем, что детям нужно немножко расслабиться. И, кстати, это не просто расслабление и игра. Это в том числе и лечебный процесс. Вот тут великолепная выставка рисунков и подделок. Это дети своими руками делают подделки. Когда смотришь на эти подделки, просто удивляешься, насколько талантливы наши дети. И насколько красиво, умело они это делают. Проект «Добрые комнаты» существует с 2019 года. За это время в благотворительной кампании поучаствовали не только депутаты, но и многие люберецкие общественные организации.